Проблема антибиотик-резистентности 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 Поэтому, конечно, это проблема не только медицинская, это проблема общества. Всемирная организация здравоохранения разработала глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. И, в частности, в рамках этого плана проводится неделя, каждый ноябрь традиционная, по правильному использованию антибиотиков. Это тоже, видимо, и просветительская деятельность. И собрать наиболее представительные силы из всех стран для обсуждения этой проблемы. Что входит в глобальный план? Как Россия участвует в этом? Первый глобальный план по борьбе с антибиотикой резистентностью Всемирной организации здравоохранения обозначил в 2001 году. Еще тогда эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что если антибиотикой резистентности будет развиваться такими же темпами, то мы приближаемся неуклонно к постантибиотической эре. То есть мы можем опять оказаться в ситуации, когда антибиотики не оказывают эффекта, и инфекционные болезни опять станут неизлечимыми. И вот в последующих документах, в частности, последний документ, глобальный план борьбы с антибиотикой резистентностью, изданный в 2014 году, призывает как раз все заинтересованные страны, правительство всех этих стран, принять какие-то меры, глобальные планы, внутренациональные планы по борьбе с антибиотикой резистентностью, потому что Всемирной организации здравоохранения обозначает проблему как антибиотикой резистентностью, проблему как проблему национальной безопасности. И большинство правительств, большинство стран, они высказали свое отношение, создали такие программы. И такая программа в 2017 году была разработана и в Российской Федерации. Это стратегический план правительства по борьбе с антибиотикой резистентностью до 2030 года. И там основные моменты, которые необходимы реализовать, там обозначены, в том числе это большая образовательная, должны быть мероприятия, обучение, обучение врачей грамотному использованию антибиотиков, обучение врачей проблеме антибиотикой резистентности, привлечения внимания общественности, там все это обозначено. И в том числе очень важно, потому что борьба с антибиотикой резистентностью невозможна без разработки новых антибикробных препаратов, основная задача которых это преодолевать антибиотикой резистентности. Там вот в этой стратегической программе правительства там это сказано. А проблема внутри больничных инфекций, она не зависит на самом деле от численности, потому что это скорее зависит от условий, которые возникают внутри стационаров. То есть чем больше в стационарах концентрируется тяжелых пациентов, а стационары, собственно, для этого и предназначены, то эти пациенты увезли мы, в том числе и для устойчивых микробов. Чем больше в стационаре применяют антибиотики, а врачи вынуждены назначать антибиотики из-за того, что у пациентов, ослабленных пациентов, есть риск возникновения инфекции, тем больше будет шансов, что происходит постепенный отбор, селекция устойчивых микробов. И на каком-то определенном этапе эти устойчивые микробы становятся доминирующими. И мы видим, что те же самые микробы, которые мы встречали еще 10-15 лет назад, клепсиела, синептойная палочка, которая была чувствительна ко многим антибиотикам на сегодняшний день, она становится устойчивой ко многим антибиотикам, почти ко всем антибиотикам и даже ко всем антибиотикам. И возникает реальная ситуация, мы уже встречаемся в такой ситуации, когда у пациента, который находится в стационаре, у тяжелых пациентов, проблемных, прежде всего, конечно, речь идет о пациентах, находящихся в отделении реанимации интенсивной терапии, когда у него инфекция вызывается микробом, который устойчив ко всем антибиотикам существующим. Но и врачи, конечно, все равно вынуждены, обязаны лечить этих пациентов, но на сегодняшний день такое лечение подразумевает одновременно назначение двух, трех, четырех, иногда даже пяти антибиотикам от безвыходности ситуации. О самих микробах я хотела спросить, об этих самых множественных. На слуху стафилококк золотистый, с множественной устойчивостью. А какие еще самые горячие, самые злостные, самые зловредные? Да, наверное, стафилококк – это первый пример формирования у микроба множественной устойчивости и так называемый микстерин. Христоматийный такой, да. Да, микстеринрезистентные стафилококки, которые возникли еще в 60-х годах прошлого века, они нашли достаточно широкое распространение стационара. Но против таких стафилококков все-таки у нас есть достаточно серьезный арсенал примерно из 80 антибиотиков. А вот самая большая проблема, конечно, возникла в 21 веке, где-то примерно в 2008-2010 году, когда сначала в Индии, потом в Англии появились клепсиелы, потом оцинетобактерии, которые характеризовались устойчивостью к большинству антибиотикам, прежде всего к карбопенемам. Карбопенемы – это всегда рассматривалось врачами как последний рубеж в лечении тяжелых инфекций и последняя надежда врачей и пациентов. И вот когда появились микробы, которые формировали устойчивость к карбопенемам, врачи поняли, что дальше уже тупик, дальше уже возможности нет, потому что карбопенемы – это были последние антибиотики, к которым эти микробы стали устойчивыми. Какими должны быть антибиотики следующего поколения? Может быть, какая мишень должна быть? Потому что предыдущие, в общем, все бьют по клеточной стенке, насколько я знаю. Понимаете, одной мишенью мы не обойдемся. Почему? Потому что микробы в этом плане достаточно талантливые. Изобретательные. Изобретательные. И мы считаем, что антибиотикорезистентность появилась тогда, когда появились антибиотики. На самом деле антибиотикорезистентность насчитывает многие миллионы и даже миллиарды лет, то есть тогда, когда даже не было антибиотиков, когда не было нас. Межвидовая борьба микробов. Поэтому на самом деле у микробов есть очень много генетических возможностей формировать устойчивость к антибиотикам. И нельзя назвать какую-то одну конкретную мишень, которая бы дала возможность преодолевать эту устойчивость. Именно нам нужны разные антибиотики с разными механизмами действия, с разными мишенями. Только тогда воздействие на разные звенья устойчивости микробов к антибиотикам, мы можем каким-то образом сдерживать эту резистентность. И самое главное, клинически преодолевать эту устойчивость. То есть нам нужны разные антибиотики с разным механизмом действия. То есть какой-то один в перспективе, новый, который будет побеждать. Всё, такого быть не может в принципе. Такого в принципе быть не может. В принципе быть не может. По природе это невозможно. Да. Антибиотики, мы должны понимать, что антибиотики всё-таки таргетные препараты. Это раньше были антибиотики, которые мы... Один антибиотик мы использовали для лечения пневмонии, другой антибиотик мы использовали для лечения белонефрита, а третий для использования перитонита. На сегодняшний день это не так, и вот это появление суперрезистентных микробов заставляет нас понимать, что антибиотики это все-таки таргетные препараты. И неважно, где находится клепсиела, в легких или в моче, она вызывает различные инфекции. Поэтому нам нужны антибиотики, которые таргетно действовали бы на различные группы микроорганизмов. Другого пути на сегодняшний день, к сожалению, нет. И тогда одному, допустим, тяжелому пациенту будут применять фактически несколько антибиотиков. Может быть и так, да. Пока мы не нашли какие-то другие альтернативные антибиотикам способы борьбы с микробами и преодолению устойчивости, на сегодняшний день будет такой. Поэтому нам жизненно необходимо на сегодняшний день разработки принципиально новых антибактериальных препаратов. Это должны быть принципиально новые классы. Вот я еще раз хочу артикулировать даже не то, что мишень, а как бы класс антибиотиков. Это должно быть новое или что это должно быть? Или можно использовать потенциал, который еще не реализован у старых антибиотиков? Старых подходов, точнее. Ну, безусловно, мы должны использовать разные подходы воздействия на микробы. С одной стороны, да, перспективным выглядит разработка принципиально новых классов антибиотиков. Но здесь есть свои сложности, связанные с поиском новых мишеней, долгой разработкой этих антибиотиков, потом их клинических исследований. И в то же время мы не должны забывать о том, что у нас есть хорошо изученные классы антимикробных препаратов, резервы которых мы до конца еще не использовали. И там есть, конечно, новые перспективы. Например, я считаю, что самой удачной группой антибиотиков являются беталоктамные антибиотики. То есть те антибиотики, с которых началась серая антибиотика, это пенициллины, это цифлоспорины, это карбопенемы. Ресурс их не исчерпан. И в данном случае модификация молекулы в этом плане, конечно, позволяет нам получить новые антибиотики с принципиально новыми антимикробными свойствами, преодолевающие устойчивость. Это очень перспективный путь. И занимаются этим во всем мире, как я понимаю, и в развитых странах, и в России. Европа, Америка, Россия. Конечно, на сегодняшний день та страна, которая относит себя к развитым странам, она действительно должна заниматься этой проблемой и вносить свой посильный вклад в разработку новых антимикробных препаратов, которые направлены на преодоление устойчивости. Я знаю, что и в Российской Федерации, которая еще в Советском Союзе, на самом деле разработка новых антибиотиков шла достаточно интенсивно, и можно привести очень много примеров антибиотиков, которые имели чисто российское происхождение. И в настоящее время этот процесс, конечно, возобновляется, что нужно сказать, ну, большой, так сказать, радости. И новые препараты, новые антибиотики, принципиально новые антибиотики уже стали появляться и разработаны в Российской Федерации. Это очень радует, это на перспективу. Будем ждать внедрения их в клинику. Большое спасибо за этот разговор. Всего доброго. До свидания. До свидания.